Просто лянь их сколько. Вообще нереально. Сейчас мы поможем людям. А что вы уже пацанову пишете добрый день? Право разговаривайте. Видно вот так вот знак? Знак видно сбоку. Вопрос смотри. Есть четкий знак, который видно. А есть видео где сбоку. Ты в суде тоже это покажешь? Доказом будешь прилаживать. У меня вопрос. Вы задолбались здесь стоять людей разводить. Еще раз повторяю. В том, что либо вы делаете нормальное видео, либо вы просто отваливаете отсюда. Вы здесь не выпишите ни одной пацанови, я вам обещаю. Что? Давай я посмотрю. Ты у вас адвокат? Да. Да. Где знак стоп? Вообще не видно. Где знак стоп? Я вот вижу главная дорога. Знак вот четкий. Где пожалуйста? Вы можете увидеть знак стоп? Я его не вижу вообще. Я не понимаю вообще, что там вообще останавливается. Знак стоп. Транспортный засед. Давай еще мне скажи, что там стоп-линия есть. Стоп-линии нет. Если стоп-линии нет, то перед светофорным объектом он будет знак. За сколько времени хорошо? За сколько метров? Водитель сам означает отстань. За сколько метров? Чтобы видно было знак, або светофорный объект. Она его может увидеть за 300 метров. Она может за 300 метров остановиться? Я не знаю. Я же спитаю. Так а почему вы, вы знаете, что это незаконная тогда причина остановки? Объясняю. Вы пользуетесь тем, что... Ну, розгляд справа. По сути, розгляд справа. Замечательная девушка. Она не понимает в том, что вы ей несете. Вы там пытаетесь вменить какой-то знак 3... 2... Это какой у нас идет? 2-2. 2-2. Стоп. Вот. Скажите, пожалуйста. Какой вот этот вот знак сзади вот? Вот этот. Какой знак? Сразу сходу. Вот этот, да. Вот этот? Какой знак? Вот он тыльной стороной стоит. У нас стоп знак, он один. Пятый угольный. Вот смотри. Вот на столбе какой-то знак. Сразу вот так сходу. Вот это знак? Да. Остановка или... А, или вот тоже самое в суде ты тоже будешь заскалывать. Кругов много знаков. А... Пятый угольный? А на один только. Да что ты говоришь? Да. Ты уверенный? Да. Ты уверенный? Вот знак стопен по форме один. Ты уверенный? Так. Можешь показать? Право дорожнеруху? Только не с телефона. Я не понимаю откуда ты эти картинки берешь. Справа дорожнеруху. Ладно, давай, мы к этому не будем возвращаться. Так давайте покажу вам. Есть претензии к девушке? Ну разглядаем справу. Ну давай, разглядай. На чём я закончилась? А я не знаю на том, что вы меня отпускаете в час 8 марта. В час 8 марта? В час 8 марта? Смотрите, справа разлетала. На чём я закончился? Я не помню. Я же не помню, что она была. Я ехала потихоньку. Я даже не понимаю, что там надо останавливаться. А знаете что? Знак приоритету. Ну что? Выезд. Слушай, я вступила. Она останавливалась. Ты слышишь? Она говорит, я останавливалась. Когда она останавливалась? Во сколько? И где? Это ты должен доказать. Согласно 77 статье кассы. Ты знаешь кассы? Это пояснение водея. Да я её перевожу тебе, потому что ты её язык не понимаешь. Как ты не понимаешь? Ну она тебе объясняет и не понимаешь. Ты тем более забыл что? Люди в лицу мало разумеют. Хорошо, если ты разглядаешь справу, у тебя не будет достаточно доказов. Я закрываю справу. По 247 её нужно закрыть в письменном виде. Ты знаешь об этом? Не в устном. А именно в письменном. Выносится постановление от закрытия. Согласно 284 КУПАПа. Первая часть 247. Ну не знаю, в планшете можно заработать или нет? В планшете нет. Нужно в письменном виде это сделать. Ну да. Знаешь почему это делается? Потому что она может взять и обжаловать твои действия в суде. Какие? Незаконную остановку. Ты её зави... А это можно узнать, ознакомая остановка или нет? А это уже... А это уже... По разгляду справа. Тебе девушка рассказала, что она останавливалась. Ты сам прекрасно понимаешь, что чёткого алгоритма остановки за сколько метров перед знаком 2.2 останавливаться нету. Вот если бы ты сказал, что именно чётко... Нет, это нет. Если я зупинись тут, то это не значит, что я на той 150 зупинился. Знак должен... Смотри, вот там где Шкода останавливается, то есть остановка перед знаком? Зупинка перед знаком любым может быть. Есть остановка перед знаком? Ну вот скажи, автомобиль останавливается... Где зупинка? Ну всё, как ты можешь обвинять? Она останавливалась. Я ничего не обвинял. Я как сказал? Есть у вас письменный... Ну давайте... А чё у вас их нету? Чё у вас постоянно электронные постановы? Вот нужно закрыть справа по 247-й. Как вы это собираетесь сделать? Кто сказал, что она закроется? А? Кто сказал, что она закроется? Она не закроется? Вынесется постановление? Я не слушаю. Ну давайте посмотрим. Потом будут к вам вопросы и будет написана жалоба непосредственно на вас. Давай. Там нормально, там нормально, здесь нормально. У вас не нормально. Всё, уже поздно. Вы напишите жалоба. Вы уже поздно. Давайте мы в честь марта не будем. Мы будем сейчас... Пусть они пытаются доказать. Давайте. Что там у вас? Что там у вас? Ну... Вашего... В том, что вы подозрюете. Подозрюете? Вы чё? А как у нас? Мы что? Людина винна уже? Ну подожди. 62 статью Конституции ещё никто не отменял. Ты уже говоришь, подозрюется. А как? Водитель до зупинки вынесения постановок. Кто он? Правопорушенный. Так а там подозра есть? Подозра это в уголовном кодексе. А? Подозрюется в чинении административного правопорушения. Ну так ты же и говори. А мы что разглядаем? Это криминальное правопорушение? Ты говоришь, подозра. Это криминальное правопорушение разглядаем? Ладно, нам нужна 247 часть первая. Вот закрытие. Чтобы обжаловать ваши дети в суде. Чтобы вы больше здесь и не стояли. Передайте, кто у вас сейчас там вместо Куденко. А при чём тут Куденко? Ой, вместо Куденко. Передайте Жуковскому, чтобы он вас сюда не ставил. Вы не выпишите ни одной пацановы здесь. Вы либо делаете всё по закону. А я как делаю? А я говорю, вы не по закону. Посмотри, ты видео показываешь даже мне. Тому человеку, который понимает в этом. Вы представляете интересы водеяльника? Конечно. Я вам показываю. Я же тебе и говорю. Тому человеку, который в этом понимает, ты показываешь ахинею. Это не видео. Это какой-то набросок видеофайлов. Это цифровое видео. Едет машина. Как это не видео. Если бы оно испорчено или кадры какие-то пиксели будут. Это не видео. Ты знаешь какой это знак? Не вижу с той стороны. Ты не видишь его. То же самое она не видит, что с той стороны. И я не вижу с той стороны. Я ж туда не ехал. Как это не видели? Вы же водеяк в правилах дорожной руку написано. Повинен быть и уважен, и убережен. А как в законе о полиции написано? Что самое? Там много чего написано. Там много. Там то и дело. Там много чего написано. Ты в цепично разлетаешь справа? В цепично это полно. 252 статья. Все. Оцени доказы. Ты хочешь сказать, что вот этих доказов тебе достаточно, чтобы привлечь. Мы же качаемся, поверь. Сколько тут шлаф у нас? 255. 255. Послушай, не за 255 гривен. Я разумею. Мы качаемся за то, что вы не занимались ерундой. Я не понимаю, какой ерундой я занимаюсь. Что я плохого сделаю? Вы уже заведомо человека обвиняете в том административном нарушении, которого она еще не совершила. Где я звоню? Вы ее остановили? Так. Вы ей причину остановки назвали? Так. Какой пункт правила движения она нарушила? 84Б. 84Б. Можно увидеть ее право нарушения? Так. Я вам показывал. Вы показываете какой-то столб, на котором висят какие-то непонятные таблички. Таблички С знаками. Какие-то таблички. Сейчас адвокат подойдет, он более четко вам расскажет, потому что мне уже надоело. Давайте уже четко расскажет. Какой адвокат? Алексей Михайлович. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Это адвокат. Обвиняю девушку в том, что она якобы остановилась на тот столб. Там какие-то... Да, 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 да. Установленная кимность. Да. Просто давайте так, исходите из логики мысли. Предположим, суд. Какой доказ вы докажете? А можете показать? Что там будет за доказательная база? Что я потихоньку езжу. У меня такие видео. И что? Ну и что? Планшет. И что? Да. На фоне знак. Знак не видно. Да. Знак не видно. Девушка живет во Львовской области. Давайте задорогайся. Девушка живет во Львовской области. Девушка живет. Приедет суд, а тут припаркуйтесь. Вот так нормально. Парень у него в руках телефон, он потерял сознание. Окажите первую помощь. Пожалуйста. Идите пока, а вы стойте здесь. Идите туда, вам сказали, и скорую вызывайте. Спасибо. Соответственно, тот судья, который будет держать материал, который вы направите, он не Харьков. А то они все тренируют. Происходит, а не чушь у меня мудрила подставила, я зашла к нему и не буду писать жалобу на их Горбичана или кого-то. Он зашел вообще у меня на папере, ничего нет, он даже по моему убеждению вы его поцарал. Он не вышел даже на машину посмотреть, это нормально. У вас, ВАИ, вообще не выйти вообще, это как, дознаватель, это что? Ничего не снижать. Не знаете, там же темп, дознаватель. Послушайте, сейчас адвокат там все красиво расскажет. Ну, в большинстве случаев права выдают, наверное, владеют. Да, это уже право не стоит. Можете, Алексей Михайлович, видео посмотреть, которые вы видите? Я так предполагаю, видео, но как бы не о чем. Можете посмотреть? Ну, я могу посмотреть, давайте объективно. Ну, вот, где он нас видит, тут же так же, никто не останавливает. Мы общаемся с вами. А вы делаете приветы вне захода? Я не могу. Вот, да, вот, да, да, я поехала, посмотрите, не уступай. Ну, а вот вы, а вы, вот вы потому что это я. Требование, требование знаков, вот так вот. Нет, в этом случае говорит, вы же поймите, я же один, я не могу. А почему, вот, посмотрите, не красная, никто же не, посмотрите, ни одна машина не останавливает. Ни одна машина не останавливает, ни одна, и ваш инспектор не один. Ни одна машина не останавливает. Давай, братан, давай. Отъедьте, пожалуйста. Что там, видно четко, знак, все красиво. И вы вот это людям меняете? Это похоже, знаете, как, транспортный жатель. Это как показать вам удостоверение, как бы, оно у меня есть, но информацию в нем вы не прочитаете. Знаете почему? Потому что она не будет получать. Вот это аналогично. Как бы, оно у меня есть, я не нарушал. Я вам предъявил. Дарный транспортный жатель, это выявлено? Во-первых, я вам скажу, что знаков нет, которые обязуют те или иные транспортные средства что-либо делать. Почему все равно? Давайте так. Объективно сейчас посмотрим, правильно? Я приехал в другой краю, объективно, вы меня пригласили вот сюда, как адвоката, показать видео, показали видео, я смотрю, есть какие-то знаки, установленные, возможно, временные, возможно, закрытые, возможно, закрашенные. В этот момент движение транспортного средства. А вы, если бы сзади ехали или стояли, то я бы тогда понимал, что это вообще, что это за... Это конкретный адрес для производства. И что? Это карта дорог. Есть решение суда, которое говорит, что нужно вам доказать именно в тот момент... 77-я статья. Какой конкретно транспортный средство, средство в какое конкретное время нарушило, какой конкретно знак. А не предположительно, это вот, подождите, вот смотрите, еще, вот у нас есть практика. Начинают штрафовать вот там, где церкви, в Харькове, возле Горсовета, парковщики. Они предлагают схему дорог, транспортных средств. Суд апелляционный, правильно, объективно, и первой инстанции все правильно сказали, что нет подтверждающих документов и видеофиксации данного движения и остановки транспортного средства под действием... Здесь не только под управлением, вот тем, что они пишут, в данный момент могло быть, первое, закрашен, убранными над службами, вы поняли, могут быть моменты. Поэтому эти моменты не исключены. А при пущении 60 раз статья как-то... А там человеку плохо сказали... Помогать пошли. Там человеку плохо. Ладно, Алексей Михайлович, давайте мы ближе к теме. Алексей, вы просто по этой логике как бы вообще можно ничего не соблюдать. Нет, давайте так. Нет, ну правильно как сделать? Патрулировать, патрулировать, да? Мы должны фиксировать правонарушение, которое будет зафиксировано с той стороны. Ну там половина, правильно? Подожди, сейчас, Харька, я за... Секундочку, секундочку. Пробудь фактично, будьте фактичны, Даня. Мы разглядали с попередними вашими коллегами. Да, согласно 251-го вы забываете там... Послушайте внимательно. Оля, меня выкинь. 251-го читайте через запятую внимательно. Смотрите, сейчас вам адвокат бесплатно дает разъяснение. Я за другой вам говорю, что вы не дочитываете 251-ю статью. Согласно 251-ю статью, там есть, да, будьте какие-то фактичные данные. Но это же не те, которые Голубь принес, и мы берем их данные. Секундочку, не-не-не, я за другой, смотрите. Мы же знаем точки, это... Это как раньше были гаишники. Законному порядку, вы слышали? На основании какого закона у вас этот тот шел? Я не за это говорю, что априори... Не-не-не, секундочку. Я дальше знаю, смотрите, какая ситуация. Вот видео, к примеру видео, давайте так, анализируем. На что оно сзибрано? На какой прибор? На службу подшип? Есть ли у нас видео со всех ракурсов движения транспортно-связи? Да, я прослушаю, чтобы вы на буты видео со всех ракурсов. У вас, секундочку, в правилах дорожного движения вы хотите вменить человеку не остановить на зло, знать стоп? Да, два, да. Вы же не выслышали полностью девушку. Она остановилась, секундочку. Ну, без адвоката всегда... Вы, люди, не знают, это правил элементарного движения. А это же почему? Потому что вы не сдали там, не помогли. Нет, здесь происходит, потому что человек пропускает по главной дороге и едет прямо. Вот это происходит. Не надо съезжать на то, что не надо. Давайте, что мы по BMW. С водителем BMW. Что? Ну, разведаем справа. Что? На чем мы останавливаемся? У вас достаток 500 уважателей, что водитель порушит? Вам не до конца еще мой клиент рассказал всем, что я диспадел. Голосье договер. Опа, еще один погнал. А вы кто вообще? Значит, раз так, раз так. В данном конкретном производстве кто? Я понимаю, что это не коллегиальное принятие решения. О, зависит от того, что уже нарушается статья 19 Конституции и 18 Национальной Полиции, да? Что я на правиле? У меня вот человек, который рассматривает розвезд справа, Головуничий. Он даже не интересовался в том, что он доверяет. Я вас знаю. А, еще и знает. Я вас бачу. Но я могу предоединиться. Где вы его могли видеть, скажите, пожалуйста. В роликах? На улице. На улице. Адвокат презентует, ассоциация национальная выдала, пожалуйста. А все украинские. А вот если бы все знали закон, вы бы знали 24-ю из таких. Закон Украины об адвокатуре адвокатской деятельности. Туда уже я не углублял. Ну давайте процитатируем, чтобы на будущее, да? Чтобы не было у вас эксцессов, да? Давайте откроем. Закон Украины про адвокатуру адвокатских деяний. Смотрите. Открываем. Открываем именно договор. Да, вас касается? Смотрите. Адвокатский договор. Пожалуйста, все у вас сделано. Так, форма договору. Писали. Так, смотрите. Если клиент не обязательно потребует надания правовой допомоги. Ну в данной ситуации потребует, да? А укладение письмового договора за контракт на государство не может быть за подальшим укладением договора письмовой реформы протягом трех дней. А если письмо исчезнуть объективные переходы, то он оближит строк. Да ты что? Да. То есть фиксируйте обездано. Каждый день они тут стоят, да? Что-то... Ничего потребляет всего другого. Вот. Соответственно, смотрите. Мне даже если человек будет уезжать, либо какие-то обстоятельства, ничего перед законом предусмотрено, что более даже трех дней я могу посмотреть договор. Усный договор согласно вот этой статье предусмотрено. Ой, ой, ой. Добро. А облизывать его теперь не нужно. Вы это на будущее запомнили? Да, я плачу вас. Что не надо на этом ловить адвокатов. И вообще не нужно с адвокатами спорить. Я не обязательно... А если вы их еще будете задерживать, это... А прокур ворочу. Это сейчас спорит с адвокатом. Говорите, у меня есть вообще удостоверение этого адвоката, а есть еще диплом. Я, как бы, могу по кистрям в галузе право быть, так как законом у меня ничего не заключено. Я вам диплом мог... Не, ну я могу вам сказать, что у меня есть. А ваша проблема, если вы не доверяете, сделаете запрос в МОЗ, и за это есть ответственность. Правильно? Ладно, давайте ближе к делу. Давай. Ну, не, ну ты же хочешь, ты как бы... Я уже поехала. Сейчас, начинай. Плюс еще, объясняю. Пять конин я уже мэр. Более, более... Еще просто мой клиент вам не дорассказал все обстоятельства, какие трапывались. Согласно правил дорожного движения, тогда это транспортное средство останавливалось, но ваше видео в ракурс вашего объектива, это, к сожалению, не попало. Так я все хоть не делай просто справа. Я вам объясняю, что убедилась в безопасности, выполнила все требования правил дорожного движения, и совершила. Все, которые... А у нас там есть правила дорожного движения, написано за сколько метров? Есть? Беспосереднее перед знакомом, а перед стоплением. За сколько времени? Беспосереднее перед знаком, або перед стоплением, если она есть. Еще раз объясняю. Беспосереднее это можно за 300 метров, за 200 метров, за сколько? Дело в том, что... Ну вот и все. Что такая ситуация? Вот едет транспортное средство. Алексей Михайлович, давай отпускаем пульс уже едет. Вы остановили, водитель об этом не знал. Он вышел, протер. Зачем здесь розвизит справа? Давайте так. Ну давайте. Зачем? Какую цель преследовать в розвизе справа? Вы же согласно 284-й не выполните статью. Вы не вынесли закон, чтобы идти проважение постановления с мокрой мечателем вот здесь в правом углу и управления, потому что она не юридичная слова, структурный федературный департамент, и план, который позволит непосредственно обжаловать действия полицейского. Вы же замерзли. Я в суды. Так тут все спецназище проводить еще. Вы еще будете тут забыкать? Ну конечно. Да не, я думаю, пока мы здесь будем находиться, они ничего делать не будут. Ладно, что? К даме есть претензии? Вы, конечно, у меня законодательства и чинного законодательства. 8 марта вас поступает. И все, это ради 8 марта? Давай в рамках закона. Я думаю... Что делаешь? Видишь? Вы за порядком. Вы идите и туда, естественно. Я за порядком. Вам показали, где... Слабые стороны ваши, понимаете? Тут малозаписных, кормлять еду ежей. Тут они все находятся. И что теперь гадить можно? Это 173, чтобы ты понимал. Я разуми, прошу. Так иди оформляй. 173. Можно я разберусь сам? Все, мы отпускаем, закрываем. По малозначности. Не, я думаю, тут по 207 будет. Да нет у них постановлений. Пусть уже дамочка... Спасибо вам большое. YouTube, Водос Харьков. Подписываемся. Подождите, напишите мне телефон ваш. А вот сейчас, 3 минуты. Короче, вы понимаете, что вы не правы, правильно? Так. Все, Костя. Спасибо. Друзья, ну как-то так остановились, помогли. Еще раз объясняю. Чеботарская. Здесь постоянно стоят полицейские на знак 2-2. Это стоп. Сейчас я вам покажу, он сзади меня, вот здесь. Поэтому не нарушайте правила движения, и к вам не будет никаких претензий. Поэтому вы знаете, что делать. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ну а мы погнали дальше спасать мир. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok